Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одной любопытной подкормке, сахарной подкормке, которую очень-очень-очень рекламируют, особенно любители комнатных растений, для как бы укрепления комнатных и других растений, которые выращиваются вот в такой вот более поздний осенний период. Вот рекламируется сахарная подкормка как средство для укрепления и адаптации растений, улучшения их физиологического состояния. Очень часто можно услышать о сахарной подкормке, когда речь идет о таких растениях, как петуния, сурфения, что, в общем-то, почти одно и то же. Другие растения, там, фуксии и прочие, которые выращивались в летний период в открытом грунте, в каких-то кашпо, а в осенний период заносятся в дом, на балкон, на лоджию, еще куда-то для того, чтобы пережить зиму и снова радовать нас, когда станет тепло. Вопрос в том, вообще могут ли растения с помощью своих корней, будучи посаженными в почву, усваивать какие-то углеводы, в том числе сахарозу, каковой является обыкновенный сахар. Но вообще различные исследования показывают, что у корней растений такая возможность есть. И что же дает эта сахарная подкормка? Сахарная подкормка – это энергетический напиток, который мы даем растениям в то время, когда им, например, не хватает света. Сахарные подкормки не являются стимулирующими, они не стимулируют рост растений. И это хорошо, это правильно, потому что, когда не хватает света в осенний и зимний период, в это время стимулировать рост растений совершенно не стоит. Это не нужно, растения будут вытягиваться, у них будет несоответствие вот этого светового режима, теплового режима и вот этой энергии роста, которую можно давать различными стимуляторами. Поэтому сахарная подкормка может использоваться тогда, когда растениям немножко не хватает света, когда им холодно, в общем, одним словом, когда нарушены естественные условия их содержания. Именно нехватка света в осенний период и вот эта адаптация той же питуньи и сурфини и является теми условиями, при которых сахарные подкормки весьма и весьма актуальны. Кроме того, что сахар является источником такой энергии для растений, конечно, для растений является источником энергии также и янтарная кислота. Но если янтарную кислоту можно наносить на поверхность листьев и она будет усваиваться, всасываться, то вот сахар как раз на поверхность листьев наносить ни в коем случае нельзя. Кроме того, что сахар, сахароза не усваивается листьями с поверхности, кроме этого, это будет стимулировать рост сажистого грибка и прочие неприятности. Кстати говоря, очень ошибаются те, кто с помощью сахарного сиропа привлекает в свои теплицы пчел и шмелей для опыления тех же огурцов или томатов. Кроме неприятностей, кроме того, что заведется сажистый грибок, какие-то мухи и прочие неприятности, ничего это не дает. Как можно привлечь пчел и шмелей в свои теплицы, мы поговорим ближе к сезону, конечно, на канале про цветок. Ну а сейчас я дам еще такое дополнение. Очень хорошим фактором укрепления растений, в том числе в период адаптации, это аминокислоты. Аминокислоты усваиваются корнями растений, усваиваются листьями растений, и они же являются как источником построения тела растения, так и источником энергии, важных элементов питания. Например, серосодержащие дают серу, все аминокислоты являются источником азота для растений и так далее. Поэтому различные комплексы, содержащие аминокислоты, есть и удобрения, минеральные удобрения с добавлением аминокислот. Это все очень хорошо. Но вот один из уникальнейших таких продуктов, который содержит в себе и янтарную кислоту, и сахара, и аминокислоты, это, конечно же, препарат мальтамин. Мы будем говорить о нем, потому что он является многофункциональным, он может использоваться в разные периоды роста развития растений, он является регулятором роста, но нельзя сказать, что он прям стимулятор роста. Он, скорее, мощнейший адаптоген, поставщик в ценных для обмена веществ растений и веществ, особенно в периоды, когда им по какой-то причине тяжело или когда им надо помочь сохраниться или помочь пережить какие-то неблагоприятные факторы среды. В то же время, когда факторы среды благоприятствуют росту, мальтамин стимулирует рост растений. Когда факторы среды неблагоприятствуют росту, мальтамин смягчает вот это негативное влияние негативных факторов среды. Поэтому его использование будет рациональным и для комнатного цветоводства, и для выращивания растений в открытом и в защищенном грунте. Как в периоды стрессовые, такие как холод, недостаток света, жара, засуха, так и для инициации активного роста в условиях, когда это необходимо. Например, после высадки рассады и так далее. Препарат мальтамин является крайне-крайне экономично в применении. Столовая ложка на 10 литров воды в поливную воду и для опрыскивания растений, петуний, сурфений, фуксий, комнатных растений, которые переживают сейчас такой депрессивный период нехватки света, является очень хорошей идеей, которая во много раз превосходит и сахарные подкормки. Ну, а если препарат вам по какой-то причине недоступен, то в этом случае сделайте сахарную подкормку, так же, как и подкормку мальтамином, примерно раз в две недели. Около стакана сахара на 10 литров воды и вот такой обильный пролив. Кроме того, он будет способствовать и активизации полезной микрофлоры в почве, которая будет защищать растения от большого комплекса болезней. Поэтому вот выбирайте то, что вам больше подходит и пользуйтесь сейчас вот в эту фазу. Ну, а для растений, которые цветут в осенний-зимний период, такие как декабристы, да, зигокактусы какие-то, многие другие, там, камелии и прочие, которые цветут в зимний период, препарат мальтамин и сахарные подкормки являются очень и очень хорошим фактором. И увеличение количества цветков, бутонов, и пышность улучшается, цветение, яркость цветков улучшается. Независимо на то, что наступает потихонечку зима, всем нам хочется все-таки видеть что-то зеленое, красивое рядом с собой, да, и это не всегда доллары. И комнатные растения, конечно, в этом деле нам большой-большой антидепрессант для огородников и садоводов. Что ж, пользуйтесь этими советами для красивых растений, для пышных растений, для здоровых растений. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!